Здравствуйте! С вами снова интернет-магазин Antelife.com.ua Сегодня перед вами новый флагман от компании Lenovo Модель под названием Lenovo S920 Модель получила шикарнейший внешний вид Шикарнейший 5,3 дюймовый дисплей Отличный размер толщины И хороший аккумулятор для данной диагонали Давайте посмотрим по привычке нашу упаковку В какой коробке поставляется данная модель Поставляется в стандартной коробке от Lenovo Комплекты всегда у Lenovo не очень хорошие, не очень полные То есть только все самое необходимое А самым необходимым считается зарядка, USB кабель, гарнитура хорошая И переходничок под нашу розетку Ни пленочки, ничего такого подобного в данной модели нету Пленка есть сразу хорошая заводская на экране данной модели Итак, корпус выполнен у нас очень стильно, очень так по-брендовому То есть не как простой дешевый Китай, а вот именно как брендовый производитель Давайте смотреть, спереди у нас дисплей покрыт защищенным стеклом Gorilla Glass Есть три сенсорных кнопки Они и подсвечиваются, и просто вот такие вот так вот видны Это меню, точнее это меню, домой и назад Сверху у нас логотип Lenovo Камера, великолепный динамик, датчики освещенности, датчики приближения Сверху у нас разъем под наушники Кнопочка включения, выключения И разъем под microUSB Сразу скажу, что мне это очень не нравится Что он вот в такой вот затычке, его нужно постоянно открывать И не всегда это с первого раза получается Мне это не нравится, очень не нравится Я не знаю, сколько вообще продержится вот этот вот пыптык, который постоянно нужно открывать С этого боку у нас качелька громкости Качелька громкости в самом верху То есть в принципе, когда держишь смартфон, то довольно-таки удобно вот это расположение Снизу у нас нет ничего Кроме как открывание вот такой вот каемочки крышки Задняя крышка у нас вот такая Она тоже покрыта с завода такой вот защищенной пленочкой Ну и аккумулятор у нас на 2250 мАч Смартфон, видимо, нажал, я вам включается уже У нас два разъема стандартных под симки И разъем под microSD Камера у нас на реальных 8 Мп Lenovo не тот бренд, который готов рассказывать своему конечному потребителю О каких-либо интерполяциях и других особенностях Крышка довольно-таки плотно закрывается Я не нахожу нигде никаких люфтов Сборка классная, мне нравится А вы смотрите, нравится ли вам? Я думаю, тоже нравится Так, размеры данного дисплея составляют Меряю при вас 14,5 см в длину Ширина данной модели составляет 7,4 см И толщина данной модели составляет всего 7,9 мм Практически 8 мм Дисплей у нас имеет нестандартное разрешение для данного размера Дисплей у нас размером 5,3 дюйма Как правило, такие дисплеи по опыту ZOPPO, THL, W6, ZOPPO 900 У них было разрешение 960 на 540 У данной модели разрешение HD формата То есть 1280 на 720 И давайте посмотрим технические характеристики данной модели Напоминаю, модель называется Lenovo S920 Набрала данная модель 12561 балл В принципе, это стандартный балл для данного процессора Процессор у нас стандартный MTK6589 Не турбированный, с частотой 1,2 ГГц Разрешение экрана у нас 720 на 1280 Соответственно, PowerVR SGX544MP у нас графический ускоритель Оперативная память у нас 1 ГБ Встроенная память 4 ГБ И работа с картами памяти, вот у меня стоит 16 Не знаю, 32 потянет 100%? 64 не уверен Реальные камеры у нас 8-мегапиксельная задняя камера И 2-мегапиксельная камера фронтальная 4.2 Android Как вы можете видеть, прошивка у нас в данной модели Полностью русифицированы То есть, это те модели, которые приходят обязательно Либо с частичным русским языком Либо с полноценным английским Мы эти модели обязательно все перепрошиваем Впоследствии чего? Они переходят на полноценный русский язык И полностью готовы к использованию в Украине Давайте также посмотрим Технические характеристики Мы уже посмотрели Посмотрим данные через программку Antutu Tester Во-первых, 10-точечный у нас мультитач Очень мне это нравится Но не знаю, для чего это используется Наверное, в играх каких-то для двух человек Что меня удивило, это работа аккумулятора Вот эти вот 630 баллов Означают, что модель в таком классе С таким размером дисплея Дисплей уже считается большим 5,3 дюйма Модель довольно-таки долго держит заряд аккумулятора То есть, здесь реальных 2250 мАч В принципе, бренд Lenovo Никогда нас не обманывал по аккумуляторам И всегда свои смартфоны оснащает Только хорошими, качественными, долгоиграющими аккумуляторами Это однозначно плюс этой модели 630 баллов Ну, это показатель того же Zopo 980 С его хорошими аккумуляторами Я делал этот тест Все видели, кто смотрит наши обзоры Это вот этот уровень То есть, смартфон будет работать с таким экраном Довольно-таки большим Довольно-таки долго Из датчиков, которые есть в данной модели Мы сейчас посмотрим, что там есть у нас Z-Device Test Эту программку я использую Значит, смотрим Во-первых, GPS GPS шикарный Я обязательно сниму кусочек чуть дальше Вы в этом убедитесь Компас у нас работает правильно Я уже проверял Я, скорее всего, проверял В стандартной заводской программке Значит, датчик освещенности Датчик приближения, само собой Ну и датчик гироскопа То есть, это не бюджетная модель Серия S Это тоже премиум серия У бренда Lenovo Поэтому модель оснащена максимум Различных датчиков Как вы можете видеть У нас дисплей шикарнейший То есть, это 100% IPS-матрица Это 100% OGS-технология То есть, дисплей тоненький Никаких прослоек воздушных тут нету Яркость, сочность картинки просто поражает Зашкаливает Давайте посмотрим некоторые картинки и видео Также убедимся, что шикарнейший звук у нашего смартфона Из картинок могу показать вам стандартные Свои любимые картинки Показать вам углы обзора Что они максимальные Абсолютно картинка не уходит ни в негатив, никуда То есть, цвета не преломляются Цвета остаются такими же, какие они есть Вот такой вот сочный, яркий, красочный у нас дисплей И видео Видео стандартное с прошивки Так Вот оно Слушаем также звук Как по мне Все шикарно Также ни для кого не секрет Что смартфон будет справляться с любыми программами Софтовыми То есть, PDF файлы поддерживает Поддерживает офис Работает с Navitel картами Отлично данная модель справляется С YouTube видео С потоковым Full HD видео Что я вам сейчас хочу продемонстрировать То есть, все прогружается максимально быстро Есть у нас компас, есть у нас акселерометр, есть отличный Камеру я вам просто... Также хорошо работает данная модель и с браузерами То есть, никаких проблем нет у нас Для Воспроизведения каких-либо сайтов То есть, все можно прогружать очень быстро Смотреть различную информацию Все обновляется Масштабируется Читать одно удовольствие с такого дисплея То есть, никаких нареканий С играми данная модель справляется в принципе хорошо Но некоторые откровенно подглючивают Я хочу продемонстрировать вам некоторые из них Давайте посмотрим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Значит, есть также, как и в любом другом Lenovo, есть отличная настройка батареи. То есть батарейку можно рассматривать тут под самыми разными углами, можно настраивать в каком режиме смартфону работать, максимальная продолжительность, оптимальные настройки. Сейчас у меня стоят пользовательские настройки. Можно смотреть, на что используется аккумулятор, как он работает, в каком режиме. Вот множество самых разнообразных режимов, которыми можно управлять, разбираться, клацать. То есть по прошивке данная модель очень интересная и значительно отличается от простых сырых андроидов, таких как УЗОП и УТЕЙШЕЛЯ. То есть рядом не стоят абсолютно. Также на рабочем столе можно вызывать вот такую менюшку, оно все выбирается. Снизу можно выбирать эффекты, тему, фоновую заставочку. Можно около такую же менюшку вызывать кнопкой меню на рабочем столе. И тоже можно настраивать все вот эти функции. В принципе, можно подводить итоги. Лично мне смартфон своим внешним видом очень понравился. Он очень стильный, очень тонкий. Спереди великолепный дисплей, который действительно великолепен. Очень яркие краски у него. Очень быстро работает, хорошая прошивка. Мне понравилась камера в данной модели. Камера снимает хорошо. Великолепный GPS. Я не могу ничего про GPS вообще сказать. Ловит спутники за пару секунд на улице под открытым небом. Что еще хотел сказать? Аккумулятор. 2250 мАч аккумулятор. Для такой модели, напоминаю, размер модели 5,3 дюйма. Держит в режиме видео, будет держать порядка 6 часов. Показатель примерно такой же, как работают у нас 5-дюймовые модели с аккумуляторами на 2000 мАч. То есть, модель будет работать при максимальных нагрузках до 1 дня. При режиме работы телефон плюс чуть-чуть Wi-Fi будет 2-3 дня слегка держать данная модель. Из минусов могу сказать то, что мне не понравилось. Мне не понравилась вот эта вот затычка, которую постоянно нужно открывать. Ее очень сложно открывать. Иногда она туда всаживается довольно-таки серьезно. Поэтому мне это не нравится. Лично по моему мнению, вот с беленькой крышкой смартфон смотрится еще лучше. Данная модель поставляется только с такой крышкой. И я считаю плюс-плюсом, что она глянцевая. Он смотрится изящнее, лучше. Честное слово, минусов не могу сказать. Я не знаю минусов у данной модели. Мне очень нравится этот смартфон. Поэтому обзор к вашему вниманию. Если кому нужно покупать данную модель, смотрите. Если нравятся наши обзоры, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Следите за обновлениями на канале, на сайте, на нашем. Спасибо за внимание и всего доброго вам.